О чрезвычайном экологическом положении сегодня заговорили замглаву нацполиции и генпрокурор. Вячеслав Оброскин пожаловался в фейсбуке на то, что мусорные караваны уже в Донецкой области. В Покровске задержали пять фур со львовским мусором. Видимо, ближе ничего не нашли, пишет Оброскин, чем везти мусор за 1200 километров. По его словам, директор Покровской городской свалки заключил со львовской фирмой Гринера Украина договор о приеме мусора на год. Но только потому, что у предприятия нет денег на оплату коммуналки. Замглава нацполиции потребовал, чтобы мэр райцентра отреагировал на ситуацию. И сегодня же о мусорном деле говорили в парламенте генпрокурор. Хотя мэр Львова Андрей Садовый и настаивал, что причиной пожара на городской свалке является поджог, харьковские эксперты, по словам Юрия Луценко, недавно опровергли эту версию и вынесли вердикт, это было самовозгорание из-за нарушения технологии утилизации мусора. В любом случае ответственность за ненадлежащую эксплуатацию свалки у Веринген прокурор должны нести должностные лица Львовского горсовета, на балансе которого находится полигон. Вот так стае питание ответственности службовых осіб, как самого коммунального предприятия, и им уже оголошено подозрение, так и их безпосередних руководителей в Львовском районе. Кто эти безпосередние руководители сейчас мают установить следствие? З огляду на звинувачення про какие-то политические аспекты в этой справе, я вчера принял решение, что эту справу заберу из Львовской областной прокуратуры и передам в другую область, например, Ривненскую область, которая завершит следствие и установит правовые основы для оголошения подозрения. Той посадовой особи, которая не реагировала на листи коммунального предприятия по финансовую допомогу.